Всем привет! Это Лисенок Алиса. А это папа Герман и мама Алина. И сегодня мы всей семьей Катаевых отправляемся в дом-музей семьи Сухановых. Нас пригласили на настоящую чайную церемонию. Но мы уже немножко опаздываем, поэтому пойдемте пить чай. Мы с вами катались в столовой, здесь много самоваров. Понятно, что Сухановы тоже любили пить чай. С чем они его пили? Конечно же, с шоколадными конфетами. Это муляжи, их все можно потрогать, разобрать. Такие конфеты покупались в магазине Кунста и Альберса или в торговом доме Чурина. Самые популярные были конфеты фабрики Ткаченко, одной из первых шоколадных фабрик Владивостока и одной из самых популярных и вкусных. Еще есть вторая вазочка, там можно посмотреть другие конфеты уже ближе к нашей эпохе, которые, наверное, ели в детстве вы или, скорее, ваши родители. Здесь у нас есть и ириски, и мишка на севере, и знаменитые раковые шейки, чья история тоже тянется с дореволюционных времен. Солария басни мини-корнет, наконец-то попробуем чай. Пахнет лимонадом. Да, как будто бы бутейт нюхуешь, прям с разными цветами. Ну как тебе? Очень вкусно. А пахнет цветами? Мамашками летними. У моей прабабушки Нади была точно такая же машинка. Ну, конечно, более современная. Это производство Зингер. И когда я была маленькая, вон там внизу, то есть это такая как бы ступень, которой ты ее запускаешь. Педаль. Да, педаль. Я там катала игрушек, она все время меня гоняла. Это печатная машинка, я таких слышала. Это настоящая печатная машинка немецкого производства. Посмотри внимательно на клавиатуру, и ты увидишь, что некоторые клавиши у нее даже не переведены и имеют и латинский, и русский алфавит. Это еще кто? Это человек. Это хранитель секрета. Это не просто письменный стол, это письменный стол с настоящим секретом. Сейчас я тебе его покажу. Этот угол охраняет вот такой таинственный дух. Дух, который хранит секреты чиновника. И если с этим духом дружить и знать, что делать, этот дух поможет открыть потайной ящик. А здесь у нас детский этаж. И пойдемте поднимемся в комнату мальчиков. А есть комнаты девочек? Конечно. Это наша комната мальчиков. Здесь сегодня проходит занятие. Наш методист Ирина Ивановна проводит занятие по изучению приморского костюма и костюмов переселенцев. Все можно смотреть, подходить, не стесняйтесь. Какие красивые, сложные узоры, кружева. Я вот знаю, что в их расположение узоров и чередование цветов какой-то смысл вкладывается обычно. Совершенно верно. Как правило, костюм это такая визитная карточка человека. По костюму можно узнать. Народное, социальное положение, замужем, женат или наоборот свободен. То есть здесь действительно целый паспорт, который человек носит прямо на себе. Мы создаем костюм приморский. Здесь очень много народностей жило. Вот, например, у нас белорусы есть, украинцы. Китайцы. Китайцы, да, это ближайшие наши соседи. Мы рисуем, кажется, кимоно. Вот, ну, здесь написано, что это корейское. Корейцы очень любят такой нежный розовый цвет. Я еще цветочек здесь не рисую. Очень интересно, что вы решили использовать те цвета, в которых пришли сегодня сами. Все, у нас получилось. Сразу видно, что это комната девочек. Теплые цвета, уютная атмосфера, куклы фарфоровые и, конечно, платье школьная форма гимназисток. Здесь форма темно-зеленого цвета и коричневого цвета. Разные цвета ученицы разных гимназий. Девочки занимались рукоделием, шили, вязали и, конечно, мама их учила домашнему хозяйству при мудрости, как вести дом. У нас есть чудесные совершенно утюги. Потрогай, какие они тяжелые. Поднимай, поднимай, не бойся. Давай, он тяжелый, я тебе помогу. Вот, чувствуешь? Я буду снизу поддерживать. Вот, можно руки накачать, пока гладишь. Я думала, что где-то вот здесь есть отсек, где засыпают уголь. Инженерное мышление, совершенно верно. Такой утюг, наверное, выдавался один раз и на всю жизнь. Вам больше вот такой подойдет. И гантели, и утюг, все очень удобно. В общем, такое многофункциональное устройство. МФУ начала 20 века. Ну что, лесенок, понравилось? Очень. Ты бы хотела жить в такой комнате? Да, я представляю просто Васю, нашего котя, который ходит и сидит на пианино. А куда мы в следующий раз пойдем? А куда мы в следующий раз пойдем? А давай посмотрим. А давайте посмотрим, куда мы пойдем в следующий раз. 110 лет тому назад началась русско-японская война. Событие трагическое, неоднозначно оцениваемое, сыгравшее незабываемую роль в истории России и ее глобальном развитии. Своя очередная постановка театр предлагает зрителю взглянуть на события той поры глазами непосредственных участников боевых действий. Моряков, хоть востокского отряда крейсеров. Хорошо известная всем с детства история, полная музыки и волшебства, живет на театральной сцене. Герой получит, казалось бы, невыполнимое задание, но смелый поиск и вера в чудо помогут Ивану справиться с ним. А волшебные персонажи, с которыми встретится Иван на своем пути, подарят нам моменты радости и веры в исполнение мечты своим веселым нравом и жизнелюбием. Старая добрая история о любви, добре и смекалке, вея в собственные силы и исполнение желаний, станет настоящим приключением для зрителей всех возрастов. Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством лауреата международных конкурсов Дмитрия Банаева порадует слушателей симфоническими балладами Чайковского, Дворжака, Сметана, Балакирева. Ведущая вечера – музыковед Наталия Мищенко. Дениска – самый обычный мальчишка, с которым то и дело происходят смешные или курьезные случаи. В его жизни так много приключений, что мы решили рассказать вам некоторые из них на полюбившемся многим проекте «Сказки с молоком». Уютный проект «Сказки с молоком» приоткрывает сказочный мир и создает атмосферу волшебства. Приглушенный свет, тихая музыка и удивительный мир, который живает прямо на глазах у ребят благодаря мастерству художника. Отправляются дети в это волшебное путешествие, конечно же, перехватив с собой стакан молока и сладкое печенье. Вот такой удивительный визит в дом музея семьи Сухановых, который стоит здесь уже очень-очень много лет, но и сегодня продолжают удивлять открытиями. Правда, Алина? Да, главное, что мы собрались всей семьей. И вы берете всю семью и идите в музей, театр, да просто погулять всей семьей по улице. Правда? Да. А можно мы тоже так будем почаще делать? Конечно, визенок. Правда, Алина? Папа, давай прямо сегодня погуляем в сквере. Папа. Прямо сейчас пойдем гулять. Сквер Суханово.